доброе утро ну все новый сайлентблок ну понятно там резинка всего из пластик новый сбиваем в толку эту сейчас я еще блин снег пошел я еще погрею мне будет удобно еще срежу я попробую побить еще срежу вставляем новую эту сейчас проверяем сразу болт может он там чуть-чуть гуляющий обязательно посмотреть и все собираем господа делов вообще самое тяжелое выпалить вот эту старую резинку смотрите что было с сайлентблоком я его распотрошил в общем он был типа цел его также снаружи а внутри вот в этих местах здесь и здесь где именно вперед-назад мост входит резина была сплющена то есть отвертка влазила сайлентблок я меняю еще раз там кто-то пишет он половины не смотрит видать или чё меня его параллельно просто я понимаю что это не из-за него биение но если мозг гуляет и я уже начал разбирать это по-любому надо менять меняем пока раз поменял и забыл все и пусть стоит ту сторону раскрутил попробовал отвертку в суд не вставляется вот так что все хорошо втулка новая ну короче все тут закручиваем собираем будем дальше мастрячить мост надо чуть-чуть будет мостом поиграть то что говорю при разной сборке у меня руль пола лево лево право чуть-чуть гуляет и так мост гуляет поэтому чуть-чуть надо его повернуть будет и будет все чуть короче будете четкинка вот они наши втулки которые нереально прикипают это целинблока старье вот им тоже разрезные уже меняны были короче их распиливать удлинитель брать и болгарку все щёточку почищу и собираю доброе утро страна а ну наконец-то значит пришло наше время собрал все все собрал получатся новые сайл блоки новые втулки стремянки диски подшипники тут карт все это время почему долго не было кардан проверяли там нельзя снимать отдали кардан все нормально с карданом вообще совсем все нормально откуда это биение пока неизвестно проехал биение есть но то есть то нет как до 8 раз до 80 разгоняется 82 83 можно что у нас приговорили солен блоки вот эти но передние приговоренные к замене они у нас лежат новые так что еще то еще солен блоки вот этих вот ну вы поняли да задних не низ а верху блин как они называются забыл короче в раме стоят вот их приговорили остальное все целое есть подозрение еще что стоит неровно задний мост и за передних солен блоков стоит балках неровно так что как-то так поедем сейчас пробный рейс сделаем по райончику потому что стоять уже нельзя оба раз дождево стоять нельзя потому что на что-то надо во первых делать во вторых тут до 5 мая то осталось времени до господа очень мало с 5 мая работать чуть-чуть скорее всего поменяется так чё у нас отпустил россии поехали были когда долго не поездишь отзвыкаешь от всего сейчас будем как как будто только что на права сдали выдвигаемся посмотрим кивка как всегда в своем репертуаре стоям быть утренний полный так ну что сказать намного меньше биение то есть вибрация есть она меня вообще не пугает что я сделал после того как там кардан все это поставил я еще отпустил чуть-чуть задний подшипник так как задняя сторона у нас то ли восьмерить то ли подбивает тут непонятно то ли прыгает причем смотрите какая закономерность я с правой стороны которая вообще не прыгает ничего не происходит с ней все переставил на левую и все равно все равно на левая сторона прыгает так что это не в резине не в дисках ни в чем единственное что не представлял это полуось ну как то так амортизаторы я не успел поставить точнее как не успел задние приварить потому что надо поработать все поработаем пару рейсов воткнем амортики и будет нам счастье сами блоки так пока пока от фут-фут-фу что датчик походу от хлебнула проводок зашкалила видите пока все нормально пробка закончится разгонись покажу и так 70 километров в час особо особо не бьет сейчас обгонять начнем под разгонимся ну да вот эффект все-таки замены соленблок втулок на левой стороне дал да дал хороший проделанная работа его трясет трясет но как-то спида трясет он весь такой собранный вот перестала трясти вообще да надо соленблоки передние поменять может быть это еще из-за этого потому что сейчас опять за 300 за 300 но и ладно стоять уже это выискивать можно годами людей палки меняет закроет пока эту тему потому что она уже мне надоело это тряска ездить можно в принципе норма терпимо все все терпимо не знаю что повлияло но эти все переборки снятия диванья что-то повлияло пойдет все двигаемся ехать нам блин до коширки на коширки мы забираем с вами две рухли и едем в аэропорт домодедово в аэропорту домодедово что-то нам грузят и едем обратно видная на этот же склад где забираем рухли ух ты яма какая да нормально пойдет короче надо работать ну что друзья значит мы взяли рухли направляемся впереди у нас аэропорт домодедово блин что-то видимость такая плохая в камере сейчас почищу кручу снова итак значится едем в аэропорт домодедово какую-то конструкцию забирать посмотрел комментарии да друзья вот скорее всего там алексей оставил комментарий алексей оставил комментарий то что ось гуляет из-за этого создается эффект грыжи на колесе то есть эффект биения ой надо значит нам поменять передние сайлен блоки проверить еще раз стремянки у меня очень подозрение на передние стремянки есть то что как раз очень случай похожий то есть биение то нет биения в общем есть чем подзаняться сейчас загрузимся посмотрим где мы грузимся примерно объяснили вот примерно и еду о блин развернулись короче на поселок володарск в этот заезд на строящуюся территорию просто трешняк просто и дороги нет тест-драйв узнаем что все нормально прикручено или нет жесть ух ты это тут кладбище самолета что мы уже на территории проехали первое кпп на территории аэропорта домодедово прикольно так чё мои дороги сами кто-то забыл это почти целый да чё там дрыгатель поставил а где еще блин дорог вообще я понять не могу почему вроде же аэропорт а вон еще смотрите самолет стоит интересно интересно чё это написано марка ёшкин ты матрёшкин две ходки сюда я не хочу говорят если не влезет типа еще раз надо съездить дороги о щпи нет пока загрузят они во первых ладно ищем дальше кпп потом включу о какие еще маленький даже какой-то стоит разобранный этот сгнил без двигателей трупы так еще одно где-то кпп ищем ё-моё вообще дороги нет в общем заплутал ни одного человека не встретил он увидел в принципе точку которая мне нужна как туда проехать пока не знаю а хоть бы один блин человек тут ходил я бы спросил опять едем на плохой дороге ё-моё блин как тут ездить тут пункт охраны походу говорят будет то есть как всегда грузим мусор не пойми чё это новый терминал строится в домодедово вообще просто вообще просто вот это вот толщина заливки монолита представляете какая ну что как всегда виталий удачник транспортный коллапс начался загрузиться мы загрузились а выгрузить время уже четыре там дай пять пять десять да это арматура время пять десять на выгрузке основной склад работники года ушли сказали приезжать в девять утра ну понятно там в цифрах мы договоримся просто сейчас не представляете с домодедово семьдесят километров принадлежит домой а семьдесят километров груженым ладно бы пустым потом причем груженным ну походу реально пятачок а потом а потом завтрак девяти утра ехать терматура блин везде вот как завтрак девяти утра КПП ехать видно выгружаться а мы ночью хотели Антоху тащить мана на СТОшку все перри как говорится сбилось ладно сейчас КПП проеду включимся когда-то здесь был асфальт блин груженым вообще некомфортно по таким дорогам ездить а там у нас выезд прям у аэропорта до Мадедова там вообще жесть там асфальт просто дырявый уже даже так не поедешь удачники удачники так ну что отдохнем тогда сегодня потому что сегодня я встал очень рано я приходил у меня натяжитель натяжитель сломала а завтра уже поедем двигаться дальше так что у нас из новостей по пропускам 14 апреля будет информация по поводу понятно что без еврокласса нам ничего вообще не сделают никакие пропуска но даже если у вас есть еврокласс только 14 числа как я понял будет подробная информация по получению потому что там что-то они сказали какую-то фигню надо будет устанавливать ну вот они разъяснят не знаю кто дип транс не дип транс как он тут проехал блин глубина такая просто конячая и я тут блин хобуха тонем жесть ух ты макарёк утку бы не оторвало бах бах так что все будет 14 сейчас отправляемся пытаемся добраться до дома во погодка у нас только что снег шел с градом опа солнце вылезло под вечерочек каширское шоссе оказывается что мы через час типа дома будем но мне кажется он нас опять дурит а вот и солнце закончилось ха ха это походу снежная туча которая была в аэропорту значит чего уже яндекс везде пишет с 5 мая грандитное движение грудовых автомобилей а автомобили с с разрешенной общей мальцией более 3,5 тонн без пропуска запрещено так что так нам тоже надо бы перестроиться нам поворачивать вот так по моему надо по моему в этом ряду не помню точно но по моему в этом что у меня там опять тяга что ли оборот наоборот обороты холостые маленькие сейчас домой приду переоденусь датчик обратно надо посмотреть проводок оп 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 тормозим мы наоборот упали и вибрация появилась вот на зеркале видно хотя не едем что ли наоборот вот так 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 Продолжение следует...